День рождения Дорогой небесный Отец, благодарим Тебя за этих людей и молимся, чтобы Твое благословение пребывало на них, чтобы Ты, Господи, простер свою руку к ним, и она никогда не убиралась с их пути, чтобы Ты любовью Своей наградил их, окутывал их, и они чувствовали Твое присутствие во все дни своей жизни. Защищай их, оберегай и охраняй. И мы знаем, что самые дорогие и самые ценные подарки всегда приходят от Тебя, поэтому благословляй и дари им подарки, чтобы они всегда пребывали в радости. Во имя Иисуса молились мы Тебе. Аминь. Хорошо. Слава Господу за Вас. Благословение. Вчера был благословенный такой выезд мужской в честь 23 февраля. Знаете, однажды Иисус Христос сказал такие слова. Не собирай себе сокровищ на земле, где моли и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. И мы вчера были с братьями, и вот пришло на сердце, даже не знаю кому, пастору старшему или кому-то из старших братьев, мы приняли решение, что мы хотим поучаствовать как мужчины и собрать финансы для того, чтобы вот женский выезд, который состоится в честь 8 марта, 9 марта, он был не 1300, а намного-намного дешевле. И мы вот собрали тут 23 710 рублей. Я передаю эти деньги организаторам. И Господь тоже говорит, чтобы мы исследовали свое сердце, чтобы наше сердце, оно не было приплеплено к этому, а было приплеплено к добродетели. И я призываю каждого из вас, давайте мы будем родить, переживать о нашей церкви. Давайте не будем роднодушными по отношению к нашим милым дамам, добрым половинам. И давайте будем принимать участие финансовое в жизни нашей церкви. И мы сейчас будем также вести сбор финансовых пожертвований ваших. Пожалуйста, давайте сейчас встанем и благословим нашу финансовую жизнь. И чтобы Господь поднимал нас в нашей финансовой сфере и нашу церковь, чтобы поднимал Бог. Давайте будем молиться. Господь, мы сейчас отдаем всю свою финансовую жизнь в твои любящие и дорогие руки. И мы благодарим тебя за церковь, за церковь Ковчег, которую ты подарил нам в этом городе. Мы благодарим тебя за каждого брата и каждую сестру. И просим тебя, Дух Святой, чтобы мы подумывались в своих путях, о своем сердце, к чему оно прилеплено сегодня. И чтобы мы служили финансами также в доме твоем во имя Иисуса Христа для созидания Его. Мы благословляем каждого, кто сегодня жертвует в этом доме, на этом месте. И просим тебя, Дух Святой, воздай во имя Иисуса Христа. Аминь. Дух Святой, воздай во имя Иисуса Христа. О, Боже, о, Боже, о, Боже, о, Боже. Мы все здесь, Господь, стоим сейчас у престола благодати. Мы тянемся к Тебе, Господь наш Мы ожидаем Тебя больше Твоё присутствие, Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, что нужно мне Все, что нужно тебе сегодня Ты нужен мне Ты нужен мне, мой Бог Все, что нужно мне Ты нужен мне, ты нужен мне Ты нужен мне, мой Бог Все, что нужно мне Ты нужен мне, ты нужен мне, мой Бог Все, что нужно мне Все, что нужно мне Я лишь себе Я лишь себе Своя боль Ты нужен мне, мой Бог Все, что нужно мне Все, что нужно мне Нет, нет, нет Нет, нет Нет, нет Нет Ты нужен мне, мой Бог Все, что нужно мне Своя боль Своя боль Своя боль Своя боль Свою церковь Ты нужен мне Ты нужен мне Ты нужен мне Аллилуйя 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 Дух Святой, ты нужен каждому из нас на этом месте Поэтому мы поем тебе Чтобы ты сошел на нас Чтобы ты наполнил нас любовью своей Чтобы ты позволил нашим умам и нашим сердцам Слышать, что ты сегодня говоришь церковь Помоги, Господи нам Услышать слово твое сегодня Которое способно изменить нашу жизнь В угоду тебе Я молюсь о том, чтобы Дух твой святой Он двигался сегодня здесь, на этом месте Касаясь каждого человека Чтобы он приносил то, что люди ожидают от тебя И насаждал то, что ты хочешь насаждать Чтобы это слово, оно было способно изменить нас И спасти наши души Благослови сегодняшнее собрание От начала его и до конца И щедро-щедро накорми нас сегодня хлебом с небес Потому что не только хлебом, Господи, материальным Жив будет человек Но и всяким словом исходящим из уст твоих И поэтому дай нам сегодня вкушать от твоего стола Великий, чудный, дивный, превознесенный, святый Божий И весь народ да скажет Аминь Воздайте Богу хвалу И благодарность Слава Богу Слава Богу Обычно у нас все заканчивается хорошо Иногда бывает нехорошо начинается Но заканчивается у нас всегда все хорошо Скажи, у нас все будет хорошо Да, слава Богу Слава Богу так и есть И И Прошлое воскресенье мы с супругой были В нашей церкви в Краснодаре Откуда привезли вам привет И Передаем вам привет От семья Рутюновых От церкви, которая есть в Краснодаре От братьев, которые там сегодня Служат вместе с нами В едином духе И радостно смотреть, как они развиваются И мы там благословили семью Красноружевых Которых проводили здесь Я им говорил, людям собравшимся Говорю, задайте себе вопрос С кем-нибудь из вас приезжал пастор в другую церковь? Они говорят, нет, ни с кем Я говорю, а мы так людей ценим Что сам старший пастор приехал с семьей Для того, чтобы передать вам их Поэтому берегите особенно И слава Богу, я смотрю по фотографиям Уже на мужском служении Рома присутствовал и принимал участие И вчера у нас был хороший такой братский выезд Больше семидесяти человек, братьев Были на этом выезде Женщины, я слышал, они Когда у нас будет выезд? Когда у нас будет выезд? Ну, дорогие женщины, хоть завтра Берите, организовывайте Какие вопросы? Хоть завтра, мы вам поможем Вот девятого числа мы организовали Или вы организовали Встречу женскую Пожалуйста, проявите активность И придите все Тем более, видите, сумма была Тысячу триста рублей Туда входит мастер-класс Туда входит хороший шикарный стол Я не знаю, что еще туда входит Но что-то входит, если такая Хорошая сумма была И братья, вот они решили Говорят, давайте сделаем Подарок нашим Женщинам И они так вот Эту сумму существенно уменьшат И в следующее воскресенье В зависимости от количества женщин Будет определяться стоимость Потому что вот эту сумму Двадцать три тысячи Которую мы собрали Ее же надо разделить на всех Женщин А не на только мою жену И еще кого-то Поэтому до воскресенья Дорогие женщины Пожалуйста, запишитесь Запишитесь на эту встречу Потому что нам надо объявить цену И чтобы готовился мастер-класс Будет очень интересно Что-то там готовится необычное Я, может быть, тоже даже Там как-нибудь присоседюсь Ну, не знаю Не знаю, что придумать Чтобы меня тоже позвали Вот И посмотреть хочется Что же там будет за тысячу триста Аллилуйя Слава Богу Слава Богу Пусть Бог вас благословит На этом собрании наше Начинается Слава Господу И вы помните Мы пребываем в послании К семи церквям Мы уже сказали О Ефесской, Пергамской, Смирской, Фиатирской и Сардийской церквях И мы услышали послание Именно к этим церквям Мы разобрали Что в них было хорошо И что было не совсем хорошо Мы разобрали ту критику Которую сказал Иисус Каждой церкви И те рекомендации Которые Иисус дал этим церквям Обратив особое внимание на эти рекомендации И сегодня у нас на очереди На очереди Филадельфийская церковь И прежде чем я буду говорить об этой церкви Хотел как и всегда дать вам Небольшую историческую Географическую справку Город Филадельфия Он находился в 45 км На юго-восток От города Сардиса Помните я вам говорил Что одной дорогой Все 7 городов были соединены И тому кто должен был принести послание этим церквям Нужно было идти от одного города К другому городу По одной дороге И вот в 45 км На юго-восток От города Сардиса Находился город Филадельфия Который находился в плодородных Урожайных землях И этот город он славился Своим сельскохозяйством Но также этот город он располагался на земле Где часто происходили землетрясения И он часто был разрушаем этими землетрясениями Этот город был самым молодым Среди 7 городов Которым было обращено Послание Иисуса Христа Назван был город по имени Царя Аталия Филадельфия Который был царем Пергамского царства И переводится в Филадельфии Как братская любовь, друзья Существовала легенда о том Что у Аталия был брат И они были родными сыновьями царя Пергама И вот когда царь Пергамский умер То в Аталии он был старшим братом И ему по наследству и по праву Принадлежал престол Пергамского царства Но он не вошел, не зашел на него А правил этим царством Вместе со своим младшим братом И потому что сказано Что он любил этого брата И брат при каких-то обстоятельствах Скоропостижно скончался И только после этого Филадельфий Он, вот Аталия Филадельфий Он зашел на трон Поэтому ему было дано такое прозвище Филадельфий Братская любовь И эта история она впечатляет Может быть сегодня, когда она звучит Она не так впечатляет Но если знать историю того времени Когда претендентов на престол уничтожали Убивали, чтоб не было конкурентов А этот брат поступил совершенно по-другому Он любил своего брата любовью братской И не причинил ему зла И только после его смерти Он стал законным царем Пергамского царства И в честь него Именно был назван этот город Филадельфия В котором располагалась церковь Знаете братья Сегодня сколько мы Просто из одной позиции Можем уничтожать наших братьев и сестер Отодвигая их от выгодной позиции Мы их тем самым можем убивать морально Но вот этот брат Он сохранил своего брата Аталий Филадельфия И в честь него был назван этот город Филадельфия Братская любовь И сегодня мы будем читать послание Иисуса Христа Именно к церкви Которая находилась в таком городе И давайте мы с вами откроем Откровение Третью главу И с 7 по 13 стих Будем читать И давайте мы поприветствуем Прежде всех наших телезрителей Особенно телезрителей канала Вера 24 И всех кто нас смотрит в соцсетях Давайте мы им поаплодируем И поприветствуем их И также я приветствую каждого из вас На этом месте Итак Мы читаем 7 стих 3 главы Книги Откровений И ангелу Филадельфийской церкви напишет Так говорит святый Истинный Имеющий Ключ Давидов Который отворяет И никто не затворит Затворяет И никто Не отворит Знаю твои дела Вот я Отворил перед тобою дверь И никто не может затворить ее Ты немного имеешь силы И сохранил слово мое И не отрекся имени моего Вот я соделаю Что из сатанинского сборища Из тех которые говорят о себе Что они иудеи Но не суть таковы А лгут Вот я соделаю то Что они придут И поклонятся перед ногами твоими И познают Что я возлюбил тебя И как ты сохранил слово терпение моего То и я сохраню тебя От годины искушения Которое придет На всю вселенную Чтобы испытать Живущих на земле Все гряду скоро Держи что имеешь Дабы кто не восхитил Венца твоего Побеждающего Соделаю столпом В храме Бога моего И он уже не выйдет вон И напишу на нем Имя Бога моего И имя Града Бога моего Нового Иерусалима Нисходящего с неба От Бога моего И имя Мое Новое Имеющий ухо Дослышит Что Дух Говорит Церквям Аминь Друзья При прочтении Этого послания Знаете что бросается в глаза Что Иисус не сделал ни одного Замечания этой церкви Он не сказал ни одного Плохого Слова для этой церкви Если в Сардийскую церковь Он не сказал ни одного Хорошего слова Сразу начал замечание И нам это бросилось в глаза То к церкви в Филадельфии Бог не предъявил ни одной Претензии Он только представился им Что к ним говорит Святый Истинный И имеющий ключ Давидов И он говорит Вот этот ключ Давидов Он если откроет То никто не закроет И если затворит То никто не затворит И дальше он говорит Что он им открыл дверь Которую никто Не сможет затворить И у меня возникает вопрос Что же это за дверь Или что же это за двери Которые Иисус открывает Для филадофийской церкви Чтобы никто не смог Эту дверь затворить И когда я изучаю Священное Писание Первое К чему я прихожу Что это двери Спасения Которая ведет нас в жизнь Вечную Именно Иисусом Христом Открывается эта дверь Спасения Потому что сам Иисус В Евангелии от Иоанна В 10 главе В 9 стихе сказал такие слова Я есть дверь Кто войдет мною Тот спасется Друзья Нет другого имени Под солнцем Которым спасается Спасается человек Сегодня каждый Живущий человек В этом мире Он в свое время Задумывается о спасении Он думает Что ему нужно спасение Может быть он думает Не в том ключе Как мы христиане Представляем Себе Но каждый человек Ищет спасение Знаете Ищет спасение От пустоты Внутри души Ищет спасение От обстоятельств Которые Восстают на него Ищет порой Спасение От болезни От смертельной болезни И знаете Что я вижу Что каждый Находит его В своем Кто-то ищет Это спасение В своем Интеллекте И он думает Что разумение Спасет его Кто-то ищет Это спасение У колдунов У вуражей Кто-то ищет Это спасение В творческом В своем потенциале Кто-то делает Бизнес И думает Что его спасение Находится именно В занятности В делах Кто-то видит Это спасение В своей семье В своих детях Кто-то ищет Это спасение В спорте Ну вы скажете Пастор Так мы нашли Это спасение Мы сегодня Все крестились В Иисуса Христа Смерть его крестились Ну знаете Я вижу что Что сегодня люди Которые сказали Иисусу Христу Да Тоже ищут спасение Не в нем самом А в служении В молитве В собраниях В церкви И еще в каких-то вещах Которые сопряжены С жизнью В Иисусе Христе Да Эти вещи Они важны Они важны И их нужно иметь Друзья Они необходимы Для того Чтобы приобрести спасение Они необходимы Для того Чтобы поддерживать спасение Но сами по себе Эти вещи не спасают Потому что спасение Есть только в Иисусе Христе И только в нем Он наш спаситель Друзья И больше никто Не может Нас спасти И он говорит Я открыл двери Для филадельфийской церкви Для спасения Второе Какую дверь открывает Иисус Христос Когда мы изучаем Писание Он говорит что он открывает дверь Для проповеди Евангелия Вы знаете Филадельфия Был городом Лежавшим на стыке Миссии Лидии и Фригии Этот город Был основан Для распространения Греческой культуры И греческого языка За пределы Греческой империи Чтобы язычники Они тоже так же Были достигнуты Греческой культурой И греческим Греческим языком И город Филадельфия Он находился на почтовой дороге На почтовой дороге Которая вела От побережья Утроады Через Пергам Фиатиру И Сардис В Филадельфию По этой дороге Шли императорские армии Шли купеческие караваны По этой дороге Просто проходили люди Которые переходили Из одного города В другой город И эти люди Они часто проходили Город Филадельфию И часто останавливались В этом городе И вот эта обстановка Она способствовала Распространению Евангелия Потому что там были Огромные движения Людских масс И Бог говорит Я открываю Вам дверь Для того чтобы вы Проповедовали Слово Бое Чтобы вы Проповедовали Евангелие И мысль о том Что Бог открывает Дверь Для проповеди Евангелия Мы видим В Новом Завете В трудах Евангелиста Луки И в посланиях Павла Посмотрите что пишет Евангелист Лука В книге Деяния святых апостолов В 14 главе Он пишет так Потом Это 24 стих Книга Деяний 14 глава 24 стих Он пишет «Потом Пройдя через Писидию Пришли В Памфилию И проповедовав Слово Господне В Пергии Сошли В Аталию А оттуда Отплыли В Антиохию Откуда были Переданы Благодати Божией На дело Которые и исполнили Прибыв Туда И собрав Церковь Они рассказали все Что сотворил Бог С ними И как Отверз Дверь Веры Язычникам Мы видим Что Бог Отверз Для Павла И Варнавы Дверь Веры К язычникам А вот посмотрите Что Павел уже пишет Об открытой двери Это послание Колоссянам 4 глава 3 и 4 стих Он говорит так «Молитесь Так же И о нас Чтобы Бог Отверз нам Дверь Для Слова Возвещать Тайну Христову За которую И я в узах Дабы я Открыл ее Как должно Мне Возвещать» Он говорит «Молитесь Чтобы Бог Отверз Или другими словами Открыл нам Дверь Для проповеди Слова» Друзья Знаете что я вижу Соединив эти два Стиха Я вижу что Бог Он открывает Двери веры Для язычников И Бог Открывает нам Двери Для проповеди Слова И вот эти два Фактора они должны Совпать Для того чтобы пришло Пробуждение Мы должны молить Господа Что прежде всего Он открыл нам Двери Для проповеди Евангелия Потому что мы видим Павла Он не ходил туда Куда ему взбрендилось Друзья Он однажды собрался Пойти в одно место Но сказал что Дух Святой Не допустил меня туда идти Он шел туда Куда направлял Его Дух Святой Он был Вадим Духом Святым Для того чтобы Распространять Евангелие И он здесь же говорит Что мы когда Пошли с Варнавою Бог открыл Двери веры Для язычников Нам нужно чтобы Эти два фактора Совпали Прежде Бог должен открыть Двери веры Для язычников В этом городе Мы должны молить Бога Бог Открой им двери веры Чтобы то слово Которое мы будем Приносить этим людям Оно было Принимаемо Ими И растворено Их верой А для себя Мы должны молиться Чтобы Бог нам Показывал В какие двери нам Сегодня войти И когда Бог Открывает эти двери То сказано Никто их не сможет Закрыть Если Бог Открыл нам двери Для проповеди Евангелия Никто их не сможет Закрыть И сегодня мы Находимся В видении Которым мы сказали Что мы соберем Огромный урожай Огромный урожай Потому что Жатвы побелели Я верю Что сегодня Господь открыл Двери язычникам Для веры Для принятия Слова Божьего Но мы также Должны молить Господина Жатвы Чтобы он Выслал делателей На жатву друзья Выслал Значит открыл Нам двери И знаете что Я сегодня вижу Что двери-то открыты Но мы Не всегда входим В эти двери Мы Не имеем смелости Не имеем Дерзновения Войти в эти двери И проповедовать Евангелие В третьих Это двери Каких-либо Трудных обстоятельств Друзья В которые мы Периодически Попадаем Можно Их назвать Темницами Темницы В которые верующий Человек Иногда Ввиду своего Греха Ввиду неправильного своего Хождения с Богом Попадает в темнице Или ввиду Атак сатанинских Мы тоже можем Попасть В темнице И Иисус 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 является Именно тем Который Открывает Эти темницы И мы видим Как это было С его учениками Посмотрите Со мной Книгу Деяния 5 глава 17 стиха Здесь написано Первосвященник же И с ним все Принадлежавшие К ереси Садукейской Исполнились Зависти И наложили Руки свои На апостолов И заключили Их В народную Темницу Но ангел Господень Ночью Отворил Двери Темницы И выведя Их Сказал Идите И став В храме Говорите Народу Все сии Слова Жизни Друзья Бог выводит Нас из трудных Обстоятельств Бог открывает Двери Темницы В которые мы Иногда Попадаем Потому что Друзья Послушайте меня Бог не планировал Создать для человека Тюрьму Он создал Для человека Рай Друзья Мы должны жить В раю Бог не создавал Для нас Темницы Это дьявол иногда Заключает нас В этой темнице Или грех Который мы Совершаем Но Бог приходит Открывает Двери этой темницы И говорит Выходи 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 И я сегодня Говорю кому-то Кто находится В темницах Двери темницы Уже открыты Просто Выйди из них Выйди из них Воздай ему Славу Он открывает Двери темницы Но опять же Опять же Некоторым нравится В этих темницах Там есть Трехразовое питание Там есть Охранник Там есть Администрация Которая может Решить твои вопросы А здесь Надо как-то Самому И люди Остаются В этих темницах А знаете что там есть еще Жалость Жалость И внимание других Потому что ты не можешь Добиться Внимания других Своими праведными Поступками А когда ты Находишь В темнице Все приходят И сострадают тебе Ой какой несчастный человек Ой как ему Наверное плохо И все молятся И молятся За тебя Молятся И молятся за тебя А правда заключается в том Что двери твоей темницы Давно уже открыты Иисус отворил их И сказал Никто не может Затворить Встань И выйди Встань И выйди Из этих темниц Во имя Иисуса Христа Аллилуйя 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 Да Аллилуйя Воздайте Богу хвалу Он достоин Теперь давайте посмотрим За что похвалил Иисус Верующих Филадельфийской церкви Вот его слова Это восьмой стих Он говорит Ты немного имеешь силы И сохранил слово мое И не отрекся имени моего И еще в десятом стихе он сказал Сохранил слово терпение моего Точнее тут Будет звучать фраза так Потому что не совсем понятно Слово терпение моего Точнее если Поисследовать все переводы То эта фраза Она звучит так Ты доверился Слову моему И Или ты исполнил В терпении Слово мое Проявив стойкость И твердость Ты доверился Слову моему И исполнил его Проявив Твердость И стойкость Друзья Я вижу что обычно Людей хвалят за то Что они имеют много силы За их способности За их таланты Когда человек Отличается Чем то от других Его всегда хвалят Ему говорят Вау У тебя Такой потенциал Или силача Вау У тебя столько силы Мы вчера Ездили на братский выезд И там Проводили соревнования Поднятие тяжестей У нас была гиря И братья Они соревновались Кто больше поднимет Эту гирю Больше раз поднимет эту гирю Потом они соревновались Там на руках Я не стал соревноваться Потому что ну дал фору им Понимаете Понимаешь что они стали Поддаваться все Вот И у нас там были братья Не буду называть их имена Чтобы вы не говорили вау Они Они Одержали победу В этих соревнованиях И все говорили Ты молодец И я не видел Чтобы кто-то подошел И сказал тому Кто проиграл Знаешь ты молодец У тебя было мало силы Ни один не подошел К этому человеку И сказал Ты молодец У тебя было мало силы Но ты дерзнул Все поздравляли Победителей Звездочки дарили Кофеты подарили Все потом аплодировали им Я не знаю что чувствовали Те кто проиграл Но наверное Хорошо себя чувствовали Потому что потом Столько шашлыка было Что все забыли Кто уже победил Вот так вот И сегодня некоторые Зашли в кабинет пастора Перед началом служения И покаялись в чревоблудии Говорят пастор Мы вчера реально Вот ну Перебрали Ну я что вижу Что людей обычно хвалят За то что у них есть Много силы За то что у них есть Много таланта А Иисус говорит У тебя было мало силы Но все таки Ты смог сохранить Слово мое Все таки Ты сохранил его Неповрежденным Знаете что я из этого вижу Первое я вижу То что Даже если ты в Боге Имеешь мало силы Это не оправдание Что ты Чтобы ты сказал Обстоятельства Были такие Тяжелые Так дьявол Сильно на меня давил Что я отступил От его курса Что я не пришел К тому видению Который он мне Говорил Это будет не оправдание Потому что Даже имея Мало силы Ты можешь Оставаться Верным Богу Верным Богу Верным Богу Второе Что я здесь Увидел Что Верными Или Надеющимися на то Что они могут справиться С более сильным Могут быть те люди Которые знают Что у них есть Помощь извне Я не знаю Были ли у вас Старшие братья В детстве Но вот Старшие братья Они хорошо помогают В школе Когда ты учишься В школе Я сам был старшим братом У меня не было старшего брата У меня младший Но у меня Мне повезло У меня был двоюрный Старший брат Он в школе был таким Немножко Ну Озорным парнем Как мне было хорошо Он решал все мои проблемы Которые возникали Старшеклассниками С моим классом И я ходил И знал Что где-то там В школе Есть старший брат И я был уверен Что я Имея мало силы Могу справиться С более сильными Людьми И вот Павел Он однажды Увидел этот принцип И он написал так В послании к римлянам Он сказал Восьмая глава Послание к римлянам Восьмая глава Двадцать шестой стих Он говорит Так же и Дух Подкрепляет нас В немощах наших Ибо мы Не знаем О чем молиться Как должно Но сам Дух Ходотайствует За нас Воздыханиями Неизреченными Испытывающий же сердца знает Какая мысль у Духа Потому что Он Ходотайствует За святых По воле Божьей Друзья Друзья У нас есть Заступник Который В наших проблемах Стоит на нашу сторону Или всегда стоит На нашей стороне И даже тогда Когда мы Не можем справиться С нашими проблемами И сказано Ничего не можем Сказать Господу У нас нет слов Мы даже не знаем Как просить Мы настолько Немощны Настолько слабы Что даже не можем Обратиться к Господу С просьбой Сказать Господи Помоги Даже этих слов Порой выцедить не можем Бог говорит Есть Тот Который Ходотайствует о Тебе Дух Святой Он знает Что сказать Богу В этот трудный час Поэтому никогда Не отчаивайся Ходотай всегда На Твоей стороне Он всегда Перед Господом Имеет Ходотайство о Тебе Потому что Он твой старший брат Халилюя 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 Вас дай ему хвалу И дальше Павел Во втором послании Коринфянам Давайте мы попрощаемся Только поприветствовали Сразу уже прощаемся Со всеми кто нас слушает Поэтому Для них будет Хорошая возможность Смотреть Продолжение проповеди А продолжение И оконцовка Она самая лучшая Она самая лучшая И у них будет Возможность Продолжить Смотреть нас дальше В соц сетях Поэтому прощаемся С вами Телезрители канала Вера 24